Продолжаем, иншало, чтение предпреданий от салфов на тему того, что они говорили на тему предопределения Аллаха. Говорит братья, то есть передается от Мултаррифа, Мултарриф это братья Ибн Абдилля ибн Шахир, известный Таби'ин, его отец был сподвижником, Абдулла ибн Шахир, то есть это сын этого сподвижника. То есть имам Мултарриф известный, очень известный, то есть Субханаллах о нем рассказывается, то что он когда ночью по тропинке шел со своим посохом, со своей палкой, эта палка светилась и показывала ему дорогу, Субханаллах. То есть из того, что приводится от него, то есть история. Много у него было разных караматов. Он сказал, Сказал то, что есть такие люди, которые заявляют, что если они пожелают, зайдут в рай, а если же они пожелают, то зайдут в огонь. То есть имеется в виду то, что Аллах, Субханаллах, ничего не предписал им. И тогда поклялся он трижды. Поклялся трижды, сказав, что никто не зайдет в рай, кроме того, кого Аллах, Субханаллах, пожелал туда, то есть специально пожелал туда завести. То есть только такой зайдет. Только тот, кому предписал это Аллах, Субханаллах, который по мудрости своей, по знанию, то есть предписал ему это. также он говорил то есть также он говорил если вытащить мое сердце и положить мою левую руку и все благо взять, положить мою вторую руку, я бы не смог ничего из этого блага положить в свое сердце до тех пор, пока Аллах это не пожелает, не сделает то есть имеется ввиду что я бы этого не смог сделать даже если все у меня на руках просто взял, как говорится, как пирожок свернул я бы этого не смог сделать хорошо, то есть до тех пор, пока Аллах не пожелал бы это также он говорил рахимауллах и вот здесь Аллах, как говорится, в нескольких словах братья описал веру в предопределение то есть никто, никому не дозволяется подниматься куда-то и сбрасываться как говорится, например, залез ты на колодец и прыгнул в этот колодец и после этого, чтобы ты сказал то есть мне это было предопределено нет, ты что должен делать, ты должен обезопасить себя, то есть стараться осторожничать хорошо, то есть не бояться то есть всяких опасностей и так далее и тому подобное, то есть опасаться их и если же все-таки с тобой после этого всего что-то случилось тогда ты должен знать, что случилось с тобой только то, что Аллах тебе предписал то есть то, что мы на прошлом уроке говорили то есть как только в Кадр приходит то, что ты слепым становишься и у тебя, то есть разума как будто бы нету в этот момент почему? Потому что Аллах предписал что с тобой должно случиться то-то то-то также говорит братья от Хаммада бну Зайда переводится, что он спросил то есть или же сказал Дауду ибну Абигинду сказал что ты говоришь, то есть в вопросе предопределения то есть что твое слово, какое у тебя слово в этом вопросе я говорю то, что говорил Мутарриф ибну Шехир хорошо говорит мы не были вверены предопределению, но к нему наше возвращение то есть что это значит имеется ввиду то есть ты не вверен своему предопределению то есть имеется ввиду то, что твое предопределение это не значит, что что-то за тебя уже сделано нет то есть у тебя есть выбор но Аллах знает это и предписал то, что ты сделаешь то есть имеется ввиду, что ты не вверен этому предопределению то есть у тебя есть выбор Аллах дает тебе выбор но в итоге вернется это все куда? вернется это к тому что предопределил Аллах Субханаху от сабита также передается что его брат Сыля ибну Ашем умер хорошо Сыля ибну Ашем умер и один человек пришел к нему то есть человек от сабита передается что брат Сыля ибну Ашем то есть Сыля ибну Ашем это то есть один из салифов его брат умер и к нему пришел человек тогда когда он кушал то есть человек у него умер брат и он кушает то есть он естественно не в курсе что его брат умер и этот мужчина ему сказал поистине твой брат умер и он ему что сказал то есть иди сюда покушай со мной меня уже оповестили о его смерти Или же можно перевести меня уже, то есть, ну, как бывает, когда сообщают о смерти, как бы, ну, как бы, с успокоением, как будто бы. То есть, имеется уже, о его смерти мне уже сообщили, иди сюда, покушай со мной. Уднуфакуль сказал ему, говорит, Субханаллах, говорит, человек узнал, что он умер, и он первый к нему пришел, говорит, Валлах, говорит, никто раньше меня тебе об этом не сказал, кто тебе мог сообщить о его смерти? И тогда сказал он, Аллах, Субханаллах, сказал, иннака мэйитун, воиннахум мэйитун, поистине ты, о, Мухаммад, смертный, и также они все смертные. То есть, все мы умрем, то есть, иди сюда, покушай, то есть, в чем, ну, хорошо, то есть, случилось, случилось, рахимагум Аллаху Тааля. Также Беляли ибн Абибурда сказал Мухаммаду ибн Уасиу, рахимагум Аллах, ма такулю филкадай валкадар, что, то есть, ты говоришь об предопределении. Халя югал Амир, о, Амир, сказал он ему, то есть, Беляли ибн Абибурда был Амиром. Поистине, Аллах, Субханаллах, в судный день своих рабов не спросит за свое предопределение, но спросит их за их деяние, Субханаллах, братья. То есть, это то, что мы должны знать. Аллах, Субханаллах, братья, по своей мудрости и справедливости, то есть, мог бы, братья, когда еще, то есть, если бы мы были бы кадаритами, то есть, мы могли бы сказать, что тогда какой смысл нам вообще жить эту жизнь, или же джабритами, какой смысл жить нам эту жизнь, если уже все, то есть, перо написано, все, то есть, зачем было, в принципе, нас создавать, чтобы мы жили, чтобы вот это все терпели и так далее. Все, все предписано, все, каждый известно, куда зайдет, зачем нам жить? Потому что, братья, Аллах, Субханаллах, справедливо, Он дал тебе эту жизнь, Он дал тебе выбор, у тебя есть выбор, у тебя есть жизнь, почему ты сделал так? Тот, кто говорит, что мне это было предопределено, мы скажем, ты видел хранимую скрижаль? Откуда ты знаешь, что тебе предопределено? Ты сам выбрал себе какой-то скверный путь и после этого говоришь, что тебе это было предопределено. Кто сказал тебе это? Откуда ты знаешь это? Ты этого наверняка не знаешь. Это просто твои страсти, которые ты поставил выше шариата Аллаха. Поэтому Аллах в судный день не спросит нас за то, что Он предопределил нам, но спросит нас за наши деяния. Аллах не спрашивает за то, что он делает, а люди будут спрошены. Также от Хайфама сообщается, что он сказал. То есть, братья, во-первых, я забыл сказать. То есть, то, что мы читаем, братья, предание от салифов, то есть, не обязательно, что все они достоверными снадом и так далее и тому подобное. Потому что, братья, во-первых, самое первое, то, что, иншаллах, дали более правильное слово, то есть, имамов и ученых, хадиса и так далее. То, что, братья, изучение достоверности, то есть, это только, братья, к хадисам пророка, а.с.а. относятся. То есть, я сейчас объясню, почему. То есть, самое первое, братья, потому что посланник, саллаллаху, а.с.а. сказал в достоверном хадисе, который привел имам Аль-Бухари, мусульм и другие, этот хадис мутаватир, ван кэзаба алейя мутааммидан, фальятабауа мак'адаху минаннар. Тот, кто оболгал меня, то есть, или же солгал от моего имени, зная это, то есть, специально это сделал, пусть готовится, или же пусть готовит себе место в огне. То есть, такой человек непременно будет в огне. И также, вот, если взять мудрость, почему нам, братья, нужна достоверность пророка, а.с.а. Вопрос. Слова посланника Аллаха, саллаллаху а.с.а. сами по себе являются доводом в религии или нет? То есть, естественно, являются. Поэтому, так как его слова являются шариатским доводом, мы не можем, братья, позволять, кому кто-то пожелает, то есть, кто бы ни пожелал, чтобы он говорил от его имени в религии Аллаха, субхану а.с.а. Почему? Потому что, если его слова, а.с.а. кто-то выдумает, то это будет шариатом для нас. То есть, сегодня любой человек, который захотел какой-то биды, а.с.а. он скажет, что это сказал пророка Аллаха, а.с.а. И ты не докажешь, что он этого не говорил. Почему? Потому что откуда? То есть, зачем тебе достоверность и так далее? То есть, понятно? Поэтому, то есть, именно дознавание вот этой достоверности хадисов, это относится только к хадисам пророка Аллаха. А.с.а. Если кто-то скажет, хорошо, а почему тогда? То есть, какой у тебя довод? Мы скажем, братья, то есть, если сейчас вопрос так же, опять же. То есть, как говорится, вернемся к нашему шариату. Вопрос. Если от сподвижника достоверно передается, то есть, и золотой, и снад, просто, как говорится, ничему не придраться, передается что-то, что противоречит хадису пророка Аллаха и Саратусам, или же аяту в Куране, что мы делаем? Принимаем эти слова или не принимаем? Естественно, мы их не принимаем. Почему? Потому что он противоречит. И религия не была не спослана ему. Поэтому, те заблудшие люди, которые берут себе в довод, слова Умара, радаиллаху ангу, про таравих няматир бидат ухави, то есть, как же прекрасен этот бидат, то есть, дозволяя себе другие бидаты, субханаллах, то есть, не Умару был не спослан Куран, не Умару, то есть, является пророком. Хорошо, а Мухаммад, алейс-саляту ас-салям. Поэтому, даже если бы Умар подразумевал то, что эти люди хотят, и Умар, радаиллаху ангу, далек от этого, субханаллах, но если бы даже мы предположили такое, мы бы сказали, что ошибся в этом вопросе Умар. Потому что он явно противоречит явному хадису пророка, саллата, алис-салям. То есть, поэтому отсюда мы понимаем, братья, что даже иногда достоверные предания от подвижника, все равно не будут у нас доводом до тех пор, пока они не будут подходить под шариат. Понятно? То есть, пока они не противоречат шариату, мы принимаем это. То есть, это не значит, что кто-то может выдумывать, то есть, ну, вот сказал такой, нет, тебе никто не дозволяет выдумывать. Но имеется в виду, что там все намного мягче. То есть, имеется в виду о вопросах Ахаров, от ученого. Потому что, если сейчас мы будем говорить каждое слово Имама Ахмада, каждое слово Имама Малика, то, что известно в его мазхабе, например, или же известно, что все ученые говорят, что это сказал он, и мы сейчас будем говорить, а ну-ка докажи мне, что это он, субханалла, то есть это сколько нужно будет, как говорится, тысячелетий копать от ученых. И вместе с этим есть те, кто делает это. Джазаум Аллахайр, например, шейх Валида, нашел, например, достоверный книги Имама Ахмада и доказал, что это действительно его книга. Но это, братья, не значит, что какая-то другая книга, у которой нас нету достоверного Иснада, что все это значит не книга такого-то ученого и так далее и тому подобное. То есть я к чему это говорю, братья? Ни в коем случае, братья, мы не отрицаем величие и достоинство Иснада. Но вместе с этим мы говорим, что Иснад именно тот, который, братья, на котором строятся основы религии, о котором мы говорим, как говорили, то есть саляфы, то что если бы не Иснад, то каждый бы говорил, что пожелает, это относится к хадисам пророка, саламаллаху, хорошо? Дальше сподвижники, то есть там чуть помягче вопрос. Еще дальше, еще мягче. Потому что у нас, братья, Аллаху Алим, на большинство Тафсира Ибну Аббаса, Рады Иллаху Ангума, недостоверные Иснады. Но вместе с этим люди принимают этот Иснад. Почему? То есть потому, что, субханаллах, известно, это известно от саляфов, то, что они передавали это от Ибну Аббаса, Рады Иллаху Ангума. То есть и если не противоречит, не противоречит шариату, то тогда мы это все равно, то есть примем, хорошо. Чалат Али, понятно. Потому что я почему говорю, то здесь я не проверял все эти асары, хорошо, потому что, опять же, я говорю, то, что нет в этом такой большой нужды. Но просто именно вот этот асар, который мы сейчас будем читать, ну я точно знаю, что этот асар слабый, его имам Ахмад в книге Аз-Зухад приводил, и у него слабый Иснад, иншаллах, но вместе с этим, как говорится, история хорошая, правильная и не противоречит ни в коем случае шариату, архамдуллиллах. Хорошо. То есть Хаитама рассказывал, рахимахуллах, что ангел смерти пришел к Сулейману, алейхиссалам. И он начал смотреть на одного из человека, который был, то есть один из визирий Сулеймана, который был недалеко от него, и он начал на него смотреть с удивлением. То есть, естественно, ангел смерти пришел в обличии человека. То есть, как только он ушел, ангел смерти, то есть этот человек подошел к Сулейману и сказал, кто это такой? Говорит, это был ангел смерти. Я, говорит, почему-то спросил тебя, потому что я видел, что все это время он смотрел на меня, как будто бы он желает чего-то от меня. Он говорит, ну хорошо, чего ты желаешь? Я, говорит, хочу, чтобы ты меня, то есть ветром, потому что мы знаем, что Аллах, субхану ата'аля, дал то есть то, что Аллах, субхану ата'аля, подчинил ветер Сулейману. И Сулейман повелел ветру и унесло этого человека в Индию, потому что он попросил этого. То есть после этого Сулейман отправил его с этим ветром в Индию, а затем пришел к нему ангел смерти. И он сказал ему, поистине, говорит, в прошлый раз, когда ты пришел на одного из моих, то есть неподданных, то есть помощников и так далее, ты смотрел долго. То есть почему, в чем случае, почему? Он говорит, я, говорит, удивился. Я удивился, говорит, Аллах, субхану ата'аля, повелел мне этого человека, то есть забрать его душу в Индии, я вижу, как он сидит у тебя в этот момент. То есть удивился этому. Хорошо. Естественно, наверняка, как говорится, люди постарше знают еще один очень-очень-очень слабый, харамный и снат этой истории, варьет у билля. Некоторые люди даже песни, субхану ата'аля делают из таких историй. Пусть Аллах, субхану ата'аля, оберегут от всех фитон. Хорошо. То есть эта история действительно приводится, но и снат у нее слабый. И снат у нее слабый. Но вместе с этим, как мы видим, опять же она не противоречит братьям шариату. То есть ни в чем. Почему? Потому что действительно, то есть человек от того, что будет здесь, если Аллах, субхану ата'аля, предписал ему хоть на Луне умереть, то он непременно придет на Луну. Каждому предписано умереть именно там, где он умрет. Также от Хасану аль-Басри, рахима Аллах, передается, «Каля ман кэдзаба бил кадари, фа кад кафар тот, кто не уверовал в предопределение, стал неверующим». То есть стал кафером. Также сообщается от Амра, ибну аль-Хейтама, рахима Аллах, что он сказал, «Харачту фи сафинатин илляль-Убулла ана вакадыха хубейрату бнуль-Удейс». Говорит, как-то раз я, говорит, на корабле направлялся в Убулла. Убулла – это, братья, город в Ираке. Был, по крайней мере, Аллаху Арам сейчас здесь опор, есть он или нет. Я, икады этой местности, то есть шариатский судья той местности, которую звали Хубейрату бнуль-Удейс, хорошо, рахима Аллах. И вместе с нами в этот момент были на этом корабле огнепоклонник и Кадарит. Огнепоклонник, то есть кафир и Кадарит, это огнепоклонник этой умы. И Кадарит этот сказал огнепоклоннику, прими ислам. Маджуси, то есть огнепоклонник, ответил, «Мухатта юрид Аллах». Он говорит, когда пожелает Аллах, то есть когда пожелает Аллах, тогда я и приму. Говорит, поистине Аллах хочет, то есть желает от тебя, чтобы ты принял ислам, но шайтан не позволяет тебе этого. И тогда сказал этот огнепоклонник, «Арад Аллаху арадаш шайтан, факанама арадаш шайтан, хадаш шайтанун кави». Говорит, поистине пожелал Аллах, то есть что-то пожелал Аллах, что-то пожелал шайтан. И случилось так, как пожелал шайтан, этот шайтан сильный, говорит, и в некоторых риваятах этого же предания, говорится, «Фа ана маа аквахума», тогда я буду с тем, кто сильнее из них двоих. То есть, субханам, братья, видите, куда приходит это страшное убеждение. То есть, субханам, даже огнепоклонник это понял. То есть, ты утверждаешь, что Аллах, субханам таля, пожелал шари, то есть, чтобы я уверовал, то есть, Аллах пожелал, но шайтан меня от этого отвел, то есть, он это почему сказал таким образом, почему сказал, то есть, имеется в виду, что Аллах, субханам таля, не желает, то есть, твоего куфра, потому что они же говорят таким образом, то есть, не может во владении Аллах, субханам таля, случиться что-то, чего не пожелал Аллах, субханам таля. Мы же, естественно, знаем, что у нас желание Аллах, субханам таля, бывает двух видов, шариатское желание и вселенское желание, то есть, или же то, что в бытие происходит. То есть, от нас с Кураном, Шариатом и так далее и тому подобное, что мы ему поклонялись, не предавали никого ему, все товарищи и так далее и тому подобное. Что касается того, что Аллах пожелал в Дуне, это по своей мудрости то, что случилось. И мы говорили об этом, приводили пример с Абу Бакрам и с Абу Лагабом также, то есть, иншаллах, я думаю, все это помнят, в прошлых уроках это было. То есть, вкратце, можно этот вопрос разъяснить, каким образом то, что Аллах, Субхану Атааля, что-то желает Шариатом и это только то, что он любит. Что касается того, что происходит в итоге, не факт, что он это любит. То есть, не факт, что это ему любимо. Потому что Аллах, Субхану Атааля, не любит, чтобы кто-то совершал зина, не любит, чтобы кто-то не веровал в него, не любит, чтобы кто-то оставлял молитву, пил и так далее и тому подобное. Все это, Аллах, Субхану Атааля, не любимо. Но по своей мудрости он это сделал. Тот же самый Шайтан. Разве Аллах, Субхану Атааля, любимо, что есть Шайтан, который сбивает его, то есть, любимцев, его рабов с прямого пути? Разве Аллаху Субхану Аталию это любима? Но если бы не было шайтана, как узнать тогда, кто правдив в своем имане, кто правдив в своей вере, кто заслужил рай, хорошо, кто его не заслужил и так далее? То есть не получилось бы по-другому понять. Поэтому видите, братья, в этом есть мудрость. Но не обязательно, что Аллаху Субхану Аталию это любима. То есть подобно тому, братья, как пример, то есть если кто скажет, каким образом он делает то, что ему нелюбимо и так далее, то подобное, Аллаху Субхану Аталию, братья, лучший пример. То есть мы не знаем, братья, каков Аллах, как говорится, мы его не видели. Но мы, братья, прекрасно знаем его описание, что он справедливый, что он никого, то есть никогда дзульм никому, несправедливость не чинит. И возьмем, братья, пример. Отец, когда учит своего ребенка, что нельзя, например, трогать утюг горячий. Он ему, братья, ударит по руке. Ударит, братья, потому что ему нравится бить своего ребенка, или же он ударит, хоть и не любит он бить своего ребенка, но сделает это для него же. То есть, понятное дело, братья, что все ответят, что он не любит бить своего ребенка. То есть, если это нормальный отец, естественно. Хорошо, то есть, ему это неприятно, но это делается для какой-то благой цели. То же самое, братья, никому из нас горькое не нравится. Но мы кушаем горькие таблетки и так далее, и тому подобное, какое-то невкусное лечение. Для чего? Для того, чтобы вылечиться. Потому что у нас есть какая-то другая цель. Хорошо. И Аллах, Субханаллах, братья, лучший пример. Поэтому, Субханаллах, братья, эти люди, пытаясь убежать от чего-то, попали в то, что еще страшнее, чем то, от чего они убегали, Субханаллах. То есть, он говорит то, что Аллах, Субханаллах, пожелал, но шайтан не позволил тебе это. То есть, получается, два желания у нас. Желание Аллаха, Субханаллах, и желание шайтана. И он, то есть, справедливо ему ответил, огнепоклонник на это. Получается, шайтан сильный, говорит такой. Ведь случилось именно то, что пожелал он. Говорит, тогда я буду самым сильным из них двух. И Субханаллах не уверовал, братья. Вот это призыв Нововведенцы, братья Когда призывают людей к исламу Либо хуже делают, либо даже если тот человек Принимает ислам, аль-хамдули Это лучше для него, чем куфар, но имеется ввиду братья То есть пользы от него, как говорится Аллаху муслан, как братья джамаату Таблиг, братья, заходят тысячи в ислам И Аллаху алим, может быть, десятки тысяч Выходят из-за них, из ислама Или же те, кто приходят Занимаются совсем не тем С чем был неспособ Мухаммад Хорошо Дальше, братья, также Аль-Аббаса ибн Юсифа Рахмауллах, он сказал Некоторые ученые сказали Вопросы, которыми ты можешь, как говорится Обрубить Кадарита То есть просто у него не найдется никакого ответа на них Во-первых, мы говорим А ну-ка ответь нам, скажем мы ему Аллах, субхану алим, пожелал Чтобы его все рабы уверовали И не смог сделать, чтобы все уверовали Или же он может сделать так Чтобы весь мир, все абсолютно От первого до последнего уверовали Но не пожелал этого Если же он скажет То есть он может, способен он на это Но не пожелал он на это Мы скажем ему Тогда мы скажем ему А кто же сможет повести по прямому пути того Кого Аллах, субхану алим, не пожелал повести по прямому пути А если же он скажет То есть Аллах, субхану алим, пожелал Чтобы все уверовали Но не смог этого сделать Тогда мы скажем ему Тогда мы скажем этому человеку Что абсолютно все творения Аллаха, субхану алим В данный момент не сомневаться Что ты стал кафиром у врага Аллаха, субхану алим То есть смотрите, братья Мы задаем ему два вопроса То есть если он говорит то, что То есть происходит только то, что Любимый Аллах, субхану алим И так далее и тому подобное Мы скажем ему, хорошо То есть все люди Если Аллах, субхану алим, пожелает Могут все уверовать или нет То есть то, что кто-то не уверовал Это потому, что Аллах, субхану алим Не способен в алияту беля на это Или же потому, что он не пожелал этого То есть естественно, если он, братья, в нем Как говорится, хоть частичка веры осталась Он скажет, он способен на это, но не пожелал этого Тогда он, как говорится, сам себя и опроверг На этом можно, как говорится, заканчивать Что касается, если он скажет То, что он пожелал этого, но не смог это, братья, Субханна, не без никакого разногласия, братья. Как говорится, разумный человек в этом не разногласит. Даже братья Иджма, Аль-Аль-Бида, наверное, на этом будет, братья, что даже нововведенцы, Иджма, скажут, что этот человек не является мусульманом. Аллаху Маста'ам. От Абу Утмана также передается калька на Иса, алейхиссалату и салли аля рася джабаль. То, что Иса, алейхиссалам, то есть передается от Иса, алейхиссалам, что он молится. То есть видите, братья, некоторые истории вот таким образом, как я вам сказал, что, то есть, Аллаху Аля беснат, какой там будет, да, Иса восходит или же нет, откуда это, то есть из Исраиля, то есть это из рассказов Бану Исраиля и так далее, или откуда. Но опять же, до тех пор, пока не противоречит значение общее шариату, иншалла, нету в этом проблем. То есть передается, что Иса, алейхиссалам, молился на верхушке горы. И пришел к нему Иблис. То есть, ты говоришь о том, что, то есть говоришь ли ты о том, что все предопределено, Аллаху Субхану Аталу, и он сказал, алейхиссалам, наам, да. И тогда Иблис, шайтан, ему сказал, хорошо, сбросься тогда с этой горы и скажи мне, это было предписано. Он сказал, о проклятый ты, то есть, о шайтан, обратился к нему. Поистине это Аллах испытывает своих рабов, а не рабы должны испытывать своего Господа. То есть ты, когда спрыгиваешь, ты что, собираешься испытать своего Господа? То есть, если мне предписано, я умру и так далее, то это ведь, то есть не ты, Субхану Аллаху Субхану Аталу испытываешь, Аллах Субхану Аталу испытывает тебя в этом мире. Также говорится, то есть рассказывается, что Абдуллах Ибн Тагир, Амир Хурасана, то есть во времена Мамуна, он спросил Хусейна Ибн Аль-Фадля о словах Аллах Субхану Аталу, то, что каждый день он, то есть Аллах Субхану Аталу, чем-то занят, как это пришло в Суре Ар-Рахман. И как мы, то есть сопоставим эти слова с тем, что посланник Аллах Субхану Аталу то, что трость, имеется в виду письменная трость, уже давно высохла, или же чернила высохли, то есть от того, что случится с тобой. Уже высохли, то есть давно это было предписано. Хорошо, то есть это не что-то свежее, что сегодня тебе было предписано. Это уже давно все написано. Известно, что с тобой случится, когда, как мы говорили в Асариат Ибн Аббас, что даже то, как ты кладешь руку на свою щеку, даже это предписал Аллах Субхану Аталу. То есть как это совместить? То есть Аллах Субхану Аталу каждый день занят, имеется в виду предопределяет что-то. И то, что Аллах Субхану Аталу уже давно все предопределил. Каким образом мы объединяем это? То есть интересный вопрос. И тогда он ответил Субхану Аталу. То есть имеется в виду то дело, которое он выявляет для нас, а не то, что он создает изначально или же предписывает изначально. То есть имеется в виду, это все уже было записано давно, но сейчас это создает Аллах Субхану Аталу. И тогда он встал, этот Амир, и поцеловал его в голову Субхану Аталу. И Субхану Аталу были бы мы на его месте, то же самое поцеловали бы ему голову, насколько прекрасен этот ответ Субхану Аталу. То есть, как говорится, в двух словах, братья, разъяснил, и никаких проблем нет. То это то, что Аллах Субхану Аталу создает то, что уже было предписано. Хорошо, потому что Аллах Субхану Аталу в хранимой скрижали написано, что в Коране пришел аят «Кад сами Аллаху кавля лати туджадил кафи зауджа». Аллах уже услышал слова той, которая пришла спорить с тобой на тему своего мужа. Хорошо, это известно. То есть аят из суры Аль-Муджадиля, первый аят. Хорошо, то есть. И как предписано, братья, в хранимой скрижали, то, что Аллах Субхану Аталу услышал, в то время как еще Аллах Субхану Аталу этого не сделал, но уже там записано и так далее. Вот, братья, «Каждый день он чем-то занят». Вот в этот момент он услышал. И пришел этот аят. Хотя это было уже предписано, что Аллах Субхану Аталу услышит, потому что она скажет это и так далее и тому подобное. Хорошо. Также, братья, здесь приводится у нас два афара, два предания на тему того, что говорили салифы, братья, что говорили праведные предшественники на тему того, что Аллах Субхану Аталу возвышается над троном или же то, что Аллах Субхану Аталу над небесами. От Малика бну Анаса Рахима Аллах передается, то есть имам Малик, что он сказал, Аллах Субхану Аталу над небесами. Аллах Субхану Аталу наверху. Знание его, знание Аллах Субхану Аталу абсолютно везде, то есть Аллах Субхану Аталу знает все, что происходит везде. И от его деяний никакое, и так же его деяние везде, то, что его создание, все то, что он пожелает, его управление везде, его знание везде. Что касается самого Аллаха Субхану Аталу, он над небесами. Как на это пришли у нас, братья, множество тысяч достоверных доводов. Также Абдулла 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 Ауам говорил То есть к нам Шарик пришел, то есть в нашу местность Алла Алим, которая называется Васуд, пришел к нам. И мы сказали ему Поистине среди нас есть такие люди, которые отрицают некоторые хадисы, как, например, вот этот говорит что Аллах каждую третью часть ночи, каждую последнюю часть ночи спускается на первое небо. И подобные этому. То есть имеются те хадисы или те доводы, которые указывают на деяния Аллаха, на его сифатул аф'аль. То есть такие атрибуты, которые он совершает, то есть атрибуты действия, которые мы с вами подробно разбирали в Акида аль-Васатия. И тогда Шарик ему ответил. То есть как будто бы он объясняет им, а в чем проблема. Говорит, поистине те, кто передали нам эти хадисы, они же передали нам сунны посланника, алейхи саляту ассалям, как молитва, как пост, как закат, как хадж. И таким образом мы познали Аллаха через эти хадисы. То есть в чем проблема? То есть как Ибн Аббас удивился, когда один из людей, когда Ибн Аббас приводил некоторые тексты шариатские на тему атрибутов Аллаха, как будто бы один из людей перепугался. То есть каким образом вы говорите такое про Аллах, субхану ва Тааля. И он сказал, что с людьми, говорит. Когда они слышат ясные и понятные аяты, то есть у них все нормально. Как только есть какие-то аяты, которые можно понять так и сяк, то есть хотя у тебя есть основы, и ты начинаешь сразу бояться, как говорится, то есть и все оставлять, субхану ва. И только из-за этого, то есть каким, почему такое происходит. И то же самое говорит братья Шарик. То есть, субхану ва, этот же хадис передал тот нам, кто передал и все остальные вещи. То есть почему ты оставляешь то и принимаешь это. И следующую главу, иншалла-та-аля, мы прочитаем завтра. Это то, что говорили саляфы, то есть на тему атрибутов Аллаха, субхану ва Тааля. На сегодня, иншалла-та-аля, все. Если вопросы есть, я сейчас эту конференцию закончу, иншалла-та-аля, и сразу новую создам. Хорошо, что в ней оборвалось. У нас сразу зайдете по той же ссылке, иншалла-та-аля. Продолжение следует...